Мы договаривались с переводчиком, что я буду говорить на русском языке. Хотя для меня это сейчас достаточно сложно, потому что я перешла на Украину. Я не этническая украинка, я русская. По паспорту я считаю себя украинцами, мои дети считают себя украинцами и даже мой отец, который офицер российской армии в прошлом, считает себя украинцами. Я представлюсь. Меня зовут Александра Квитко. Я психолог и психоаналитик. Я дважды... Извините за мой фон. Я дважды бежала из разных мест своей малой... Малой родины. Я помню себя крымчанкой. И в 2014 году я должна была покинуть Крым только потому, что я была беременна. Я была беременна. Мы были против российской эскалации того, что происходило в Крым. Но у меня не было выбора, поэтому мне пришлось покинуть Крым. Я бросила, покинула своих детей, своего папу, своих друзей, свой бизнес. Все, что было у меня в Крыму. И уехала в Киев, потому что у меня не было другого выбора. Если бы я не была беременна, я бы осталась там, я бы была в Крыму до сих пор. Но сейчас я там персона нон-грата. И я должна была в 2014 просто уехать из Крыма в Киев. И представляете, насколько страшно было, когда ты уже снова наладил свою жизнь? У тебя есть квартира, дети, работа, дети, которые ходят в школу. И снова происходит та же ситуация. И тебе нужно опять куда-то ехать для того, чтобы спасти снова своих детей. Это очень сложно представить. Это просто невероятная боль, когда ты должен бежать из твоего дома. Сейчас я нахожусь в Африке. Вы можете себе представить? Я нахожусь в Бурунди. Это центральная Африка. ООН признали это самой бедной страной мира. И здесь безопаснее, чем в Украине. Вы можете себе вообще просто представить это? Украина в Европе находится в центральной Европе. И я здесь для того, чтобы обеспечить хорошее будущее для своих детей. Я просто поехала сюда, рискуя всем для того, чтобы помочь своим детям. Кто бы из вас поехал в Африку? Не Африка, которая… ЮАР, а Африка, которая… Это было предисловие к моему докладу. Просто для того, чтобы вы понимали, какая ситуация в Украине. Я должна была оставить своих двух маленьких детей в Украине для того, чтобы поехать зарабатывать в Африке. Я сегодня буду говорить о сексуальном насилии как геноциде украинской нации. Я работала как психолог и психоаналитик, начиная с начала войны. И я слышала очень много историй по поводу изнасилований. Это как раз таки моя тема, о которой я буду сегодня говорить. Причем изнасилования они были без разбора. Насиловали женщин, детей, пожилых людей и даже новорожденных. Очень многие погибли не просто от агрессии, ну, как я здесь описала, clear aggression. Просто от бомб и ракет. От того, что они были разорваны или закончили жизнь суицидом. Я могу это говорить от первого лица. Я чуть больше вам расскажу о себе. Я начала работать как волонтер с 24 февраля, как только это все началось. Потом я связалась с UNICEF для того, чтобы собрать команду. Я была руководителем команды психологов. Но самые сложные случаи я была на себя. И на самом деле это как бы очень сложно было. То есть все военные преступления, особенно связанные с изнасилованием, которые были на моем счету. Вы могли много чего видеть. Вы могли видеть мальчика, которого изнасиловали, девочку, которая была беременна. Маленькую девочку, которой было шесть месяцев, и ее изнасиловали. Я сразу предупреждаю, что я могу иногда заплакать, потому что это очень больно. И потому что у меня даже есть двое детей. И все это происходило в моих ушах, почти на моих глазах. Я все это знаю. Очень многие не верили в то, что это происходит. Но сейчас есть отчеты ООН, Хельсинского соглашения, Хельсинская спилка по правам человека, о том, что все это было правдой. Я с этим работала очень долго. И я очень хочу сказать о том, что сексуальное насилие военным России — это геноцид против украинского народа. И это уже тоже есть. Если надо будет, я пришлю отчеты Женевской конвенции по этому поводу и так далее. Потому что им было все равно, кого насиловать. это были женщины, мужчины, дети, пожилые люди. Есть отчет ООН о том, что они знают, то, что они зафиксировали. Это изнасилование от четырех лет до восьмидесяти двух. Вы себе представляете? Это же не про сексуальную историю. Это не про удовольствие. Это про геноцид. Это про то, чтобы просто уничтожить народ. И вот этот слайд о том, что когда я работала психологом с изнасилованиями и до этого. Но всегда есть какой-то подтекст сексуальный. И женщина чувствует себя виноватой в том, что она просто женщина. Она одела короткую юбку, она не так накрасилась. Ну, что-нибудь так. Ну, то есть что-то по этому поводу. А тут ты виновата только в том, что ты украинка или украинец. И это про геноциды. Этот слайд про то, что Промила Паттон признала. Это только про 3 июня. У меня есть еще ее доклад про 23 сентября. О том, что очень много изнасилований. Вы можете это увидеть. Я в презентацию могу так же скинуть. Очень много изнасилований по поводу того, что им без разбора кого насиловать. Им все равно. Вот понимаете, просто все равно. Просто для того, чтобы показать свою силу. Как будто бы они высшая нация. Я вам сейчас расскажу дальше. Тут я говорю о характеристиках. Меня очень часто спрашивали, как выглядит насильник, российский солдат-насильник. Каким образом он выглядит. Я собирала очень много информации по этому поводу именно у жертв. То есть это фейс-то-фейс. Не исключительно. Или у их родителей. Потому что насиловали очень много детей динейджеров. Никогда никто не говорил о том, что насиловал один человек. Это всегда группа людей. Мы можем говорить о коллективной ответственности в этом смысле. Если это мирное время, я работала с жертвами изнасилований и до войны. Они всегда прячутся. Это всегда один где-то в закутке, спрятавшись. А тут нет. На дороге при всех. И группа. Второе. У них всегда закрыты лица. В балаклавах. Или как-то в масках. Они закрыты. Я здесь говорю о том, что это очень плохо влияет на дальнейшую психотерапевтическую работу. Почему? Потому что если у тебя один насильник, и ты знаешь его в лицо, то ты можешь с этим жить. Вот только этот человек твой насильник. А когда ты не знаешь кто, только глаза. То это работает по-другому. Все мужчины встают насильниками. Неважно, русские они, украинцы и так далее. Все мужчины становятся врагами. Это психологическая история. Потому что ты не знаешь своего насильника в лицо. И это очень страшно. Еще один аспект, который происходил каждый раз. Ну вот это то, что опять же из моей истории. Я сама обработала, плохое слово, отработала. Больше двухсот изнасиловали. И каждый раз, каждый раз они хотели, чтобы кто-то это видел. Это опять же очень не похоже на обычное поведение насильника. Потому что обычное поведение насильника – это не оставлять свидетелей. В этом случае, наоборот, они хотели, чтобы другие смотрели. Они говорили – передайте другим. Каждый раз был кто-то из свидетелей. Они делали это на улицах, во дворах, при других людях. И поэтому я не могла как психолог как-то определить, зачем им это. Но девушки, которые могли откровенно со мной говорить, они говорили о том, что они даже не получали сексуального удовольствия. Ну, не приходили к финалу. Им было важно другое – власть. Иметь власть и получать удовольствие от власти, не от секса. Это совершенно другая история. Сейчас, вы видите, это один из моих случаев. Я очень его люблю. Он разошелся по всему миру. Люблю не в том смысле, что это случилось, а в том смысле, что я смогла с этим проработать историю. Маму привязали к стулу. И на ее глазах насиловали ее 11-летнего ребенка, мальчика. Мне позвонила мама через, наверное, три недели. Это как раз деоккупация на Киевской области. Она мне позвонила и говорит, он не разговаривает. Я говорю, а как вы? Она говорит, ну что, меня привязали к стулу, а я разорвала веревки. Но после этого солдат меня держал и говорил, смотри. Один, а другой насиловал ее ребенка, у нее на глазах. Он не говорил. Мы с ним, вот вы видите, рисунки. Он не разговаривал, но мы с ним переписывали рисунки. Он рисовал мне, а я рисовала ему. И вот через примерно 20 рисунков вот этого ужаса черного, который вы можете видеть, появилась следующая Саша. Это мое имя. Уже в зеленом цвете. И после этого он начал говорить. Это такая большая победа. Сейчас эта семья не живет в Украине. Они переехали в другую страну, потому что просто не могут находиться в Украине из-за того, что с ними случилось. Девочка 14 лет. Ее изнасиловали пять украинских солдат, простите, господи, российских солдат. Пять. Одновременно. Во все места, простите. И она забеременела. Очень сложно было говорить с ее мамой, потому что мама очень религиозная. И она сказала, я вам буду доверять только в том случае, если вы разрешите вопрос с тем, чтобы она приняла ребенка. Я согласилась только потому, что я знала, что она больше никому не обратилась. Я сказала, хорошо. И потом я общалась и с мамой, и с этой девочкой, потому что оставить ребенка от насильников – это так не работает. Ну, правда. И здесь я пишу, что я очень благодарна Польше за то, что они просто не могли сделать аборт в Украине, потому что они из маленького села. Знаете, то есть все узнают, и это семья религиозная. И они уехали в Польшу, где запрещены аборты, но им позволили там сделать аборт. И эта девочка, которая была изнасилована, она сейчас там, и слава богу, с ней все хорошо. По поводу вот еще одной истории. Простите, мне сложно говорить, я иногда немножко там задыхаюсь, потому что я все это слышала и очень долго с этим работала. Старшая сестра, у которой на глазах насиловали младших сестру. И она просила, возьмите меня, ну, пожалуйста, вот возьмите меня. И они сказали, нет, передай, что так будет с каждой нацистской шлюхой. И я очень долго работала как психолог со старшей сестрой, потому что для нее это была большая травма, чем для младшей. Потому что она не могла ее спасти. Но ничего не могла сделать. Ее держали и говорили, смотри. И вот это смотри, оно происходило, к сожалению, я думаю, что и происходит сейчас постоянно. Им нужны свидетели их преступления. Это какая-то особенная ситуация перверсии, если нашим языком говорить, да, извращения. Когда на глазах у внучки отрезают руки и ноги дедушке 83-х лет и говорят, смотри. И когда насилуют людей 80-х лет, ну, это не про сексуальное удовольствие, это про геноцид. Это не может быть так просто. И когда я общалась, вот следующий слайд, я общалась с супервизорами. Я постоянно общаюсь с супервизорами из Израиля, США. Первое мое обучение проходило в Польше по поводу травмы. И когда я им говорю, что делать, ну, вот я не знаю, что делать. И они говорят, так и мы не знаем. То есть люди, ну, страны, которые были в войне, они говорят, мы впервые видим такой ужас. Мы впервые знаем о таком ужасе. И мы с ними придумывали, вот как с этим мальчиком, который не говорил. И я придумала вот эту историю с фотографиями наших рисунков. Он мне фотографирует, я его фотографирую. Это просто вот изобретаешь на ходу. Потому что такого мира еще не видит. Такого зверства и ужаса. Правда, никто еще не видит. Об этом говорит Израиль. Об этом говорит США, с кем я общаюсь. Это все не потому, что люди хотят получить удовольствие. Они как будто хотят нас наказать как нацию. А это геноцид. И наказывают любыми способами. Я знаю много именно про сексуальное насилие. Но есть и другое. Очень много другой жестокости. И сексуальное насилие, оно не только про изнасилование. Это про отрезание гениталий мужчинам и женщинам. Это очень похоже на Чечню, Афганистан. Мы в 2022, но как будто ничего не изменилось. У меня есть… Знаете, для меня самое важное – это люди. Не статистика. Статистику кто-то занимается другой. А я каждый раз, даже когда я готовила эту презентацию, я плакала. Потому что я общалась с этими людьми. Я знаю этих людей. Я не представляю… Извините, сейчас эмоции. Я не представляю, как можно выжить после того, как твою шестимесячную дочку при тебе насилуют чайной ложкой. А ты ничего не можешь сделать. Самое страшное во всей этой истории – это то, что ты бессилен. И они очень хотят того, чтобы мы чувствовали себя бессильными. Поэтому они оставляют свидетелей. Поэтому мамы смотрят на то, как насилуют их детей. Внучки смотрят на то, как насилуют их дедушек. У меня есть вся эта статистика Женевской конвенции. Я вам все это могу переслать. Это все официально подтверждено. Это как будто бы невозможно в это поверить. И когда я думала, что, знаете, дно пробито, уже некуда дальше, мне позвонила женщина и сказала, я не могу спать. Я говорю, почему? Потому что, когда мы были в подвале, может быть, вы слышали, что были подвалы, в которых насиловали очень много женщин на глазах у других женщин тут, в Украине. Она говорит, я просто видела, как насиловали труп женщины. Для меня упали все. Честно, я не знаю, где еще это, как могло быть и вообще возможно. И, к сожалению, даже в той статистике, которую я могла отправить, международные организации говорят о том, что мы знаем только про 2% сексуального насилия над украинцами. И я очень, я правда боюсь себе представить, что там в Харькове, Мариуполе и вообще на Восточной Украине. Я просто боюсь. Я потратила очень много здоровья для того, чтобы быть с этими людьми и спасать их. Спасать от суицидов, спасать от травматизации, спасать их детей. Я очень много знаю про это, правда. И я до сих пор работаю, находясь в Африке, я все равно работаю с теми, кому нужна моя помощь. И мне хочется, чтобы мир знал, что происходит в Украине. К сожалению, до сих пор происходит. Это не закончилось на Буче, это не закончилось на Киевской области и пока не заканчивается. И самое страшное, что нам навязывают то, что мы виноваты сами. Потому что мы украинцы. Просто поэтому. И вот этот последний слайд, на котором написано «Мама, мы тебя очень любим, мы всегда с тобой» Это то, что я нашла в своем чемодане, когда прилетела в Африку, оставив своих детей в Украине. Это моя дочка положила мне с собой. И это очень больно, что я должна быть в Африке для того, чтобы обеспечить своих детей. А не быть там, где я должна быть. Я закончу.